Продолжение следует... Наоборот, это еще ладно. Знаешь, мы с тобой еще можем сделать простую проверку. Возьми такие очки, которые перевернут зрение, ты все будешь видеть наоборот, и через неделю такое же делали. Через неделю ты все будешь видеть как обычно. То есть, разум это приводит в порядок. Но мне говорят, совсем не то. Это ладно, это ерунда. Да, тут вот это вот увеличительное стекло у тебя в глазу, вот эта вот линза, она-то ладно. Проблема другая, что то, что ты видишь спереди, на самом деле внутри. Это уже трудно. Трудно. У нас нет достаточных фактов, чтобы с этим согласиться. Примеры отсутствуют. То, что я вижу здесь, перед собой, весь мир... Нет, мне говорят, весь мир, он внутри тебя. Где? Это все я ввожу внутрь? Да, и ты сам тоже там. Тебя не существует. Ты видишь свою руку, ногу, этот стол. Все равно, как ты видишь стол и руку, и ногу, то же самое. Все, что ты думаешь о себе, все тоже существует внутри тебя. Где внутри тебя? В твоем ощущении. А где это ощущение? А я не знаю, где оно. Это желание. А где желание? Как мне его поймать? Ну, вот так вот оно. Что ты так смотришь удивленно? В конце концов, ты приходишь в состояние, что кроме желания ничего другого не существует. И об этом он и говорит, что есть материал, который называется желанием, и форма этого желания. Почему мы не воспринимаем тогда духовную реальность? Это из-за того, что у нас нет таких глаз, или потому что где-то в разуме скрыта от нас эта духовная информация? У нас нет такого свойства. Духовного свойства у нас нет для того, чтобы воспринимать эту реальность. То есть, желание само да, но желание наше воспринимает посредством восприятия, впитывания. А все духовное устроено на ощущении, как бы это сказать, я делаю из себя в себе симуляцию подобия Творца. Чего-то, находящегося вне меня. Я не знаю, что это, не знаю об этом ничего, но просто создаю в себе нечто подобное, и когда я чувствую себя таким образом, это назовется, что я постигаю духовное. Что значит духовное? Свою форму отдачи, которую я строю в себе, на себе. И эта форма назовется Творцом. То, что я постигаю. Эта форма называется душа. Эта форма называется духовный мир. Это одно и то же, но я делаю эту форму. Я не чувствую ничего снаружи. Мне говорят, сделай сокращение на все, чем являешься ты сейчас, на собственные желания, и построй из этих желаний вместо получения отдачу. Построил? Прекрасно. Что ты сейчас чувствуешь? Вот то, что ты чувствуешь, назовется духовным миром, или Творцом, или Душой, неважно. Все. Ты также не чувствуешь ничего вне себя. Ты чувствуешь собственное желание и его характер, его образ новый. Это называется духовным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok